В Новоуральске заработала на полную катушку главная транспортная артерия города. На месяц раньше срока капитально отремонтированный путепровод на въезде в закрытый атомный город. Для начала по нему проехали три тяжелых коммунальных грузовика для пущей гарантии под завязку груженных щебнем. После чего в обе стороны двинулись автомобили полегче. В августе прошлого года во время рабочей поездки в ЗАТО губернатор Евгений Куйбышев поручил профинансировать жизненно важный для города Ренессанс путепровода длиной в 175 метров, который чаще называют мостом к Большой Земле и обратно. Старый автодорожный путепровод на въезде в Новоуральск со стороны поселка Верхневенский, проложенный над железнодорожной веткой СВЖД на участке от гора Благодатской до Екатеринбурга, верой и правдой прослужил более полувека. Но время наложило на путепровод свой неизгладимо разрушительный след. Девять железобетонных опор обветшали и требовали ремонта, как и дорожная одежка, проезжей части площадью почти в 3000 квадратных метров. Путепровод перестал быть безопасным, да и вообще выглядел, мягко говоря, непрезентабельно и не отвечал современным требованиям. Потому что мост был запущен в 1976 году, уже имел определенные недостатки, так вот скажу аккуратненько, поэтому было принято решение губернаторам выделить деньги. Работы проведены и закончены раньше срока. Но это знаковая артерия, она ключевая для нашего города транспортная, поэтому мы поздравляем сегодня всех жителей города с запуском этой ключевой транспортной артерии и будем надеяться, но я в этом совершенно уверен, что эксплуатация моста будет безаварийной. Глава региона поручил Минфину и региональному Минтрансу вплотную заняться новоуральской дорожной артерией. После губернаторского распоряжения муниципальное казенное учреждение УКС в качестве заказчика объявило Аукцион, который выиграла компания ВЕСТ. В середине мая этого года начался ремонт путепровода, который по контракту должен был завершиться 10 января следующего года, но к началу зимы объект был сдан в эксплуатацию. Капремонт новоуральского путепровода обошелся бюджетом в 132,5 миллиона рублей, пока мостостроители ремонтировали бетонные опоры, пролеты путепровода и меняли на нем дорожную одежду. Новоуральские энергетики установили на главной артерии города 35 новых светодиодных светильников, ярких и современных. Сегодня на въезде на путепровод был демонтирован реверсивный светофор, который во время ремонта регулировал движение на въезде из города. Взяли, и сейчас только радость. Сейчас я четко знаю, что если я в аэропорт еду, я не буду часа полтора закладывать для того, чтобы не опоздать на самолет. Вот и все. Это хорошо. По словам мэра новоуральского Вячеслава Тюменцева, преображенный путепровод гарантированно прослужит как минимум еще полвека. Теперь воодушевленная свершившимся муниципальная власть задумалась о том, что пора обновить и по-новому подсветить истелу на въезде в город. Продолжение следует...